Книга «Открытым окон». Тема «Богослужение», 30-й том, вопрос 4051. «Из каких цифр получается, что в патриарших храмах нарушается 57% всех правил? И кто это высчитывал, и как?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Более 20 лет тому назад я много занимался этим вопросом. Когда я был Джорджи Анвилле и рассказал об этой наработке, то они тут же попросили дать эти выкладки. Так что мне пришлось делать запрос домой, в Россию, чтобы прислали эти материалы для их публикации там, в США. Очевидно, не случайно постановили святые отцы читать, петь на литургии и притом всему народу верую во святую соборную и апостольскую церковь. Вслед за священным писанием для православной церкви на первом месте стоят правила вселенских поместных соборов и святых отцов, включенные в книгу правил. В предисловии к изданию этой книги сказано «Книга правил является Церкви Христовой, записанным преданием, а потому она точно так же свята и богодухновенна, как Священное Писание, как Святое Евангелие, из которого эта книга выходит как логическая необходимость помочь православным христианам держаться евангельского пути. Если жизнь по Священному Писанию есть путь в Царствие Небесное, то книга правил служит вехами на этом пути. Всего в книге правил, считая юстияновые постановления, около 986 правил. Соборных же правил и правил святых отцов из них около 824 правила, которыми Церковь обязана неукоснительно пользоваться. Святые отцы Шестого Вселенского Собора правилом вторым постановили «хранить неприкосновенные нововведения и изменения веру, преданную нам соблюдается твердую и допребывает до скончания века, непоколебимо вкупе с богопреданными их писаниями и догматами». Кавычки закрыты. Кавычки открыты. Никому да не будет позволено вышеозначенные правила изменять или отменять или кроме предложенных правил принимать другие, с подложными надписаниями, составленные некими людьми, дерзнувшими, кормчествовать истинно. Если же кто обличен будет, яко некое правило из вышеперечисленных покусился изменить или прекратить, таковой будет повинен против того правила понести эпитемию, какое оно определяет, и через оное врачу им будет от того, в чем приткнуться. «Принявшим священническое достоинство, свидетельством и руководством служат начертанные правила и постановления. Радуемся всем, подобно как бы обрел кто корыстью в ногу. Божественные правила с ослаждением приемлем, и все целые и непоколебимые содержим постановления сих правил, изложенных от всехвальных апостолов, святых труб, духа». Кавычки закрыты. Что же видим ныне в Русской Православной Церкви? Вот наглядная картина того опустошения Церкви, которая усиленно саждается ныне. Обмерщается и разваливается Церковь изнутри путем пренебрежения соборных правил, вопреки Слову Христа, сказавшего. Матфея, 7 глава, 13 по 14 стих. «Ходите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». «Сегодня священники отбросили постановление соборов и святых отцов и распахнули двери Церкви шире врат адовых и смешали святое с беззаконом, и нет попытки отделиться о народах по закону Божию». «Ниемя, 10 глава, 28 по 29 стих. «И не отделяют священное от несвященного» – книга Левит 10.10, Иезекииля 22.26. «И без священного писания и святых соборов сделались все мы слепыми под водительством слепых вождей» – Матфея 13.14. «Ужас и яма, опустошение и разорение, доля наша». «Ибо оба упадут в яму, батюшка и прихожане. Яма – это ада, вечная смерть, отлучение от Бога. Если из-за нарушения даже одного правила соборов и святых отцов, епископ, священник или диакон извергается от сущего сана, а мирянин отлучается, то что будет со всеми нами, если нарушается 413 правил из 718 действующих?» «Около 11 посланий, правил в виде препятствий, приветствий, напоминаний, и потому берем только указывающие правила. Есть правила местного характера, временные, направленные к какому-либо лицу, и таких правил 94, считая и правила толкования стихов Библии. Итога остается разрешительно-запретительных 812-94-718. Из них явно сегодня нарушается 413, то есть 57%. Где, на каких дорогах можно ездить, нарушая 57% правил, чтобы не погибнуть? Ни на земле, ни в воздухе, ни на воде, ни под водой, нигде. Но по мнению сегодняшней иерархии, это, видимо, возможно в РПЦ МП. Вот как это можно увидеть наглядно. Апостольские правила, количество 85, нарушается 41, временные 2. Правила Дионисия 3, нарушается 1. Правила Петра Александрийского, 15, нарушается 11. Григорий Чудотворца, правил 12, нарушается 7, одно временно отмененное. Васильева Великого, 92 правила, 78 нарушается, 7 отменены, временные. Григорий Низкий, 8, 8 правил, 8 нарушается. Тимофей, 18 правил, 11 нарушается, 2 отменены. Правила Феофилы, 14 правил, 5 нарушается, 6 временные. Правила Кирилла Александрийского, 5 правил, 4 нарушается, 1 временное. Правила Геннадия, 1 и 1 нарушается. Тарасия, 1 и 1 нарушается. Правила Апостола Павла, 17, 8 нарушается, 4 временные. Правила Петра и Павла, 17 штук, 8 нарушается. 2 правила всех апостолов, ни один не нарушается. Итога, 290 правил, 184 нарушается, 23 временные. Итога нарушается, 65% правил Святых Отцов Церкви. Далее. Первый Вселенский Собор, правил 20, 9 нарушается, 2 временных. Второй Вселенский Собор, 7 правил, 1 нарушается. Третий Вселенский Собор, 8 правил, 2 нарушается. Четвертый Вселенский Собор, 30 правил, 11 нарушается. Шестой Вселенский Собор, 102 правила, 60 нарушается, 10 временных. Седьмой, 22 правила, 19 нарушается, 0 временных. Итога, 189 правил, всех Вселенских Соборов, 102 нарушается, 12 временных. Итога нарушается, 57% Вселенских Соборов. Поместные Соборы. Анкирский, 25 правил, 18 нарушается, 2 временные. Неокрессорийский, 15 правил, 11 нарушается, 2 временные. Гангский Собор, 21 правила, 9 нарушается, 0 временные. Антиохийский, 25 правил, 3 нарушается, 3 временных. Лаудыкийский Собор, 60 правил, 28 нарушается, 1 временные. Сардийский Собор, 20 правил, наличие 20 правил, 4 нарушается, 8 отмененных. Карфагенский Собор, 147 правил, 50 нарушается, 43 временных. Двукратный Собор, 17 правил, 11 нарушается, 0 временных. Софийский Собор, 3 правила, 1 нарушается. Итога 333 правила, 135 нарушается, 59 временных. Итога нарушается 49% поместных соборов. Итак, из 813 правил 94 временные, остается 812 минус 94, 718. Из них нарушается 107,6 плюс 102 плюс 135, плюс 135, 413. То есть 57% всех правил. Не нарушается, быть может, лишь правило, соблюдающее неприкосновенность канонической территории, власть епископов, но и это все под сомнением с 1927 года. Большинство правил касается духовного врачевания, наложения эпитемии, которые ныне совершенно отвергли пастыря. Хотя Слово Божие гласит, Сирахов 9,6, всем и находится под эпитемиями. Иван Талтаус грозно предупреждает, что если священник допускает до причастия без епископов, он губит и себя, и того, кого допускает. Вот почему этот учитель покаяния вопиял. Так поступает добрый пастырь истинный овец, наказывающий в установленной святыми отцами мере. Евреям 12,7 стих Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами, ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Есть, это православный батюшка. И таким пренебрежением к посомам показывает, что он не отец, и овцы ему не дети. Евреям 12,8 Если же остается без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Невозрожденные от Духа Божия, невозвращенные к Богу, не имевшие личной встречи со Христом, современные батюшки, которые страх Божий потеряли или никогда его не имели, не воюют с грехом и не учат тому прихожан, и пытаются себе показать себя очень добренькими, ласковыми и елейными, чтобы кого не оттолкнуть. И хлынули мутной рекой ущаде ада, и дом молитвы превратился в вертеп разбойника. Но истинная строгость согласна с канонами церкви по слову Василия Великого Иеретикам не даст случая укорять нас в том, чтобы якобы привлекаем к себе по хущениям греха. Правило 6 Уровень планки принятия в церковь установлен ныне такой, как если бы на Олимпийские игры отбирали бегунов со скоростью 2 метра в час или прыгунов на 1 сантиметр в высоту. Не захотели нести эпитемию в 10-25 лет согласно 58 правилу Василия Великого. На 7 лет прелюбодея отлучить, тогда Господь допустил принять на Руси святой, кавычка, иной закон, и пошли в гулаг по иной статье, но на тот же срок. Кавычка открыта. То я по необходимости обратился к возобновлению отеческих правил. Василий Великий, правило 89. Кавычки закрыты. Кавычки открыты. Оказавшихся виновными в преступлениях, противных правилам, за сие подвергнуты совершенному всегдашнему извержению и своего чина. Кавычки закрыты. Шестой Вселенский Собор, правило 21. Кавычки открыты. Каждое дело наше, когда прямо последует правилам благочиния, не порождает для нас никакого смущения, но избавляет нас от полицания некоторых, паче же приобретает нам и одобрение благомыслящие. Кавычки закрыты. Кирилл, первое правило. Если по вашей вине погибает одна овца, говорит Златоуст, вам, о священнике, не хватит всей жизни, чтобы загладить ваше вино. Священник, который не учит народ суть идол, такие подслащенные одежды на нем и также безгласен, говорит Василий Великий. Священник, не учащий по правилам суть антихрист, усугубляет эту мысль Иоаним Средонский. Вот оно, нео-идолопоклонство, нео-христианство, когда усиленно насаждается тьма, когда за 70 лет не было извина и разве это случайно ни одного экземпляра книги правил. Хотя сказано, кавычки открыты, за благорассужденно такожде, рукополагаемым во епископе или в степени притча, рукополагающее предварительно довлагает в уши постановление соборов, дабы не отступали вопреки определениям соборов и не раскаивались. Карфагенское правило 25, кавычки закрыты. И не об этом ли плене священников плакал Серафим Саровский, кавычки открыты. Настольная книга священника, том 3, страница 61. «Что Бог погубит их, не помилует, и за это за то, что заповеди Божии заменили своими, распустили в вожжи и смешали семя святое с халдеями и египтянами, и невесту Христову, кое-же одежда без пятна и порока, превращает в оголу или оголиву». Иезекииля 29. Совершенно уничтожит разряд оглашенных, который, в свою очередь, должен состоять из четырех степеней. Григорий Низкий. Пятое правило. Григорий Чудотворец. Двенадцатое правило. Карфагенский. Пятьдесят второе. Притворе задерживать кающегося. Кто сегодня может так учить своих прикажан, чтобы не делать из себя идолов, чтобы его слова не принимались, как слова оракула, но чтобы все относили к славе Божией? И мог бы сказать вместе с Кириллом Иерусалимским, «Если слова мои не сходятся с Библией, не верьте мне». Иоанн Златоустый настаивает, чего нет в Библии, о том и не рассуждаем. Правило 19.6 Вселенского Собора запрещает толковать Библию по своему усмотрению, вопреки святых отцов. Одно это правило – исполнить, и уже сотни сект никогда не возникли бы. И да, они страждут недугом неведения, но страхом угрожающих наказаний соделывают свое спасение. Христианство – это не шутка, учит Иоанн Златоуст. Большая часть священников погибает. Церковь Христова единая. Если бы все святые соборы, святые отцы учили только так, как говорится в книге правил, то кто есть те, кто учит по иному и широкой дверью впустили в мир в церковь, и мочение лбов без погружения человека называют крещением, то не иное ли это есть учение, и не разделился ли дом сей, и устоит ли? Матфея 12, 28, 29. Если отметаются все правила об египетимиях нынешней пастыри, затоптавшие около 413 правил соборов святых отцов, то есть 57%, и этим мняться, показывая себя добренькими, милостивыми и темному к темному народу, ненаученному, но тогда, согласно их логике, на соборах сидели жестокие и черствые эгоисты, которые написали нам все правила. И когда укажет, кто на поистине проклятую небрежность пастырей, Иеремия 48, 10. «Проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови». Они сразу же становятся в позу. «Не судите», кавычки, «побойтесь Бога, ибо тот ли, кто указывает на вопиющую небрежность в служении, судит, или вы, посчитавшие ненужен, 413 правил соборов и святых отцов. И это равнозначно тому, что вы их уже всех осудили, что ли они ненужные правила приняли, чашки и вредные для нас». Третья ездра, 16 глава, 77 по 78 стих. «Если будете исполнять заповеди, и по велению Мои говорит Господь Бог, то грехи ваши не будут бременем, подавляющим вас, и беззакония ваши не превозмогут вас, голя тем, которые связаны грехами своими и покрыты беззакониями своими». Это поле, которое заросло к устарникам и через которое путь покрыт терном, так что человек проходить не может. Оно оставляет себя, обрекается огню на истребление. «Бросив за себя каноны правила соборов, священники сделали сетью для доверившихся им, ибо и сами не хотят исполнить все правила, и хотящих исполнять их к ним не допускают». Павычки открыты. «Если же по твоей вине, о священник, погибнет хотя бы одна овца, то тебе не хватит всей твоей жизни, чтобы загладить свою вину». Грозно возвещает златоуст. Кавычки открыты. Кавычки открыты. «Для многих слова христианин есть лишь пустой звук, вводящий других в заблуждение». Кавычки закрыты. Предупреждает он. «А тут во тьме греховной гибнут тысячи. Что пользы, когда толпы тупо бледут к чаше?» Макарий Александрийский видел, что вместо тела Христова, преподаваемого рукой священника, черные эфиопы влагали прихожанам уголь в рот. С причастием во рту и оказаться в аду, что ужаснее всего может быть. Христос обещал быть с невестой своей во все дни до скончания века. И тот же Дух, который изрек слова Библии, Он же, согласно слов святых отцов, дал нам и спасительные правила собора святых отцов. Кавычки открыты. «Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их». Кавычки закрыты. Деяние 5.13. «Христос отделил свое стадо, оградил его оградой, законом, канонами. А современные батюшки, архиереи, разгородили все и испортили весь виноградник». Иакова 4.4. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что друг бы с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Экклезиас 10.8. «Кто копает яму, тот упадет на нее, и кто разрушает ограду, того ужалит змей». Песня 2.15. «Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградника, а виноградники наши в цвете». И вот такое безразличие довело до чудовищной логики, когда весь мир, все безбожники считают православную церковь своей, а себя ее чадами. Откровение 17.5. «И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным». Так называют церковь сектантой, и вот сие претворяется в дело. Плач Еремии 5.1. «Вспомни, Господи, что над нами совершилось, ризри и посмотри на поругания наши и спаси. Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся, обнови дни наши, как древние». Стихотворение. «К войне готовится, ощерешись собака. И кошка выгнулась спиной динозавра, кто разведет бойцов у мусорного бака, борьба за завтрак будет здесь и завтра. И бьются птицы, звери, мышкара, и скот домашний, так же их хозяин. Стараются спихнуть, больнее покарать, и кто-то в голоде присмертно рядом зябнет. И история полна подобных фактов. За право жизни бьются молодняк. И наступает старикам на пятки, героев-извергов наследственно плодят. И мало кто почти, что никого, кто, видя бой неместного значения, подумает, что раньше климат был другой. И послушанием Адамовым очерчен. Никто не трогал никого никак. И лев травой питался, словно волк. Бог Егова мирно всех питал. И травяной у хищников был стол. Слова заботы, злобы, смерть, болезнь. В раю неведомые до факта согрешения. Но дьявол-змей сумел в Эдем пролезть. Озлобилась вся тварь в почете шерстной. И мира нет, хотя к нему стремятся. За счет другого жаждут удовольствия. Нет только травоядные пойдут на мясо. К истоку первому вернутся, вернуть всю тварь непросто. Смерть Иисуса за грехи Адама. Свершилось на Голгофе. Спеши Христа принять. Причинный войн ищи в проступке давнем. Не надо было оружей, танков и гранат. И будет вечности всем райское блаженство. От тлений избавится страдающая тварь. Не будет жертв во имя Божьей жертвы. Пройдет история борьбы ее угара. 2008 год. Игнатий Тихмич Лапкин.